Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Углук. Если вы не подписаны, то подписывайтесь, а если не смотрели предыдущие серии компании Легенды Аркаина, рекомендую посмотреть. Сегодня у нас книга нежити, они же живые мертвецы, самая загадочная из фракций мира Аркаина. Когда-то, давным-давно, группа поехавших некромантов решила захватить мир, однако ничего из этого не вышло. Некроманты были убиты и все про них забыли, но появился могущественный лич по имени Аридон Смотрящий, который сам себя нарек «Страж Аркаина». Он поставил себе цель взять власть в свои руки и подчинить всех оживленных мертвецов. Аридон своеобразно смотрел на этот мир. Он хотел добиться равновесия мировых сил, но равновесия по-своему. Первое условие бессмертия – смерть. А знаете что? На первом русскоязычном игровом сервере по игре World of Warcraft – Myths of Pandaria, Panda WoW совместно с проектом WoW Circle 20 февраля открыли новый игровой мир 5.4.8 с рейтами X5 и постепенным открытием контента. Если вы давно хотели поиграть на Pandaria с хорошей работоспособностью, то этот сервер для вас. Помимо уже озвученного, есть и другие особенности, не влияющие на игровой процесс. Такие как СЛК 1х1 и 3х3, спектаторы арены и возможность вступать на поля боя наемниками за другую фракцию и многое другое. Сервер уже запущен, так что заходите и врывайтесь. Более подробную информацию об особенностях мира вы узнаете по ссылочке в описании. Переходите по ссылочке. Как мы уже знаем, из предыдущих частей люди вступили в войну с демонами. Начались жесткие сражения, и на одной из таких сражений с вершины Мертвой Горы наблюдал Аридон Смотрящий, вместе с Повелителем Ужаса Ларготом. Армиями Империи командовал доблестный Селиор Клиффхенд, и Аридон отдает Ларготу распоряжение проникнуть в его разум. Тем самым мы сможем контролировать людского генерала. Повелитель Ужаса отправился на свое задание, а мы остаемся тут и будем наращивать армию живых мертвецов. Что за запах? Ааа, это наши войска. А в этом нам будет помогать скелет-лучник Кром Бессмертный. Сперва нужно освободить четыре лагеря нежити. У нас имеется небольшая стоянка, есть послушники, которые добывают золото, и есть вурдалаки, которые не хотят добывать дерево. Поэтому заготовкой древесины будут заниматься все те же послушники. На первом этапе армия у нас скромная, состоящая из стощих вурдалаков. Но как только мы начнем освобождать союзные лагеря, к нам будут присоединяться новые виды войск. Иногда на наши главные позиции будут нападать орки, поэтому не забываем строить секураты. Самым сложным оказалось освободить лагерь, расположенный в левом верхнем углу по карте. К нему вел серпантин, который охраняли орки. На наши головы посыпались дротики и камни из катапульт, так что пришлось прорываться с боем. Хочу сказать от себя, эту кампанию делал какой-то безумец-садист. В этом я уже убедился, проходя предыдущие части. После того, как мы взяли под контроль всю нежить на этой территории, самое время покончить с лагерем орков. У нас есть труповозки, есть некроманты, а также жирные создания, шитые из человеческих тел. Свежее мясо! Так что можно выдвигаться. Но не так все легко. Штурм затянулся. Лагерь орков оказался огромным, но благодаря некромантии, наша армия пополнялась новыми солдатами, из-за чего оборона орков рухнула. Мертвая гора всецело перешла под контроль нежити. В то время, пока Аридон захватывал территорию, Ларгот с помощью темной магии сумел проникнуть в разум генерала Клифхенда, предводителя имперской армии. И как мы видим, разум генерала не очень-то и чист. Я бы даже сказал, жуткое место. Вдруг нам встретились добродетели, и тогда Ларгот к себе на помощь призвал пороки. Похоть, ярость, чревоугодие, злоба, мстительность, не путайте с правосудием, и, конечно же, жестокость. Блуждая по разуму, пришлось сражаться с добродетелями. Ларгот почувствовал, что в разуме присутствует некий грех, который мучает генерала. Повелитель ужаса отыскал этот грех. Им оказался гнев. Гнев к оркам, к демонам, и самый сильный гнев к Влену Греймуру. Клифхенд завидовал ему, из-за того, что у Греймура все получалось. Ларгот сумел подчинить себе этот гнев, и с помощью него в разум генерала послал мучительные кошмары, которые будут преследовать его до самой смерти. Непрерывно пополняющая армия живых мертвецов выдвинулась из своих земель с целью уничтожить ближайший имперский гарнизон. Аридон планировал сделать это аккуратно, чтобы люди не узнали о пробуждении нежити. А другая часть мертвой армии отправилась в подземные туннели, чтобы перекрыть имперцам пути отступления. Операцией по уничтожению имперского гарнизона будет руководить Лич, Рандир, Дрейк Скол. С Мертвой горы мы спустились небольшим отрядом. Вскоре прибудут наши послушники, поэтому есть время отыскать место для лагеря. Продвигаемся на запад и находим золотой рудник. Пройдя еще немного дальше, мы наткнулись на блокпост людей. С помощью некромантии нам удалось уничтожить людишек и занять их место. По всей округе мертвецы разместили свои лагеря, после чего армия нежити начала штурмовать гарнизон империи. К вражеским стенам были подогнаны труповозки, которые закидывали защитников чумными трупами. Боевой дух людей был сломлен, и нежить полностью уничтожила имперский гарнизон. Нежить продолжала наращивать свои силы и продвигаться вперед. К нам в помощь прибыл рыцарь смерти, лорд Верингар. Затем мы получили информацию, что люди ищут три магических осколка. Если их соединить, получится артефакт «Знак жизни». Скорее всего, они хранятся у демонов. В общем, нужно заполучить эти осколки и собрать их воедино. А чтобы врагам было неповадно, в наших рядах появилось вот такое ужасное существо. Расчленитель! На этой болотистой местности мы то и дело натыкались на людские патрули. Затем на северо-востоке нам удалось разгромить враждебный лагерь, где был найден первый осколок. После чего наши послушники на этом месте отстроили мощный блокпост. И по какой-то случайности сюда забрел паладин. Должно быть, он поверил в себя и в одиночку захотел разгромить наши позиции. Паладин пал смертью храбрых, а с его тела выпал второй осколок. А третья часть «Знака жизни» находилась у одного из предводителей демонов. И вот, когда все осколки собраны, можно спокойно покинуть эти земли. Лорд Верингар ввел свои войска назад через подземные туннели. Внутри были слышны странные звуки. Что это было, мы сейчас узнаем. А это были железные кулаки. Гвардия элитных имперских солдат. В атаку, бойцы! И как выяснилось, они притащили сюда просто огромную гору взрывчатки. А зачем? Конечно же, гвардия задумала взорвать туннели. Мы перебили всех солдат в подземелье. А последнего гвардейца Лорд Верингар превратил в скелета. От него мы узнали, что кто-то предал имперцев и привел по туннелю демонов, которые разрушили форт Дерин. Это, кстати, было в книге людей. И чтобы больше этого не повторилось, командование приняло решение завалить туннели. Тут у нас появился выбор. Либо самим активировать взрывчатку и разрушить подземные проходы, либо оставить все как есть. Но поскольку туннелями пользуется нежить для быстрой переброски армии, я решил оставить их целыми. Разумно. Война людей с демонами продолжалась, из-за чего земли устилали трупы. Словно стервятники слетались на поля сражений некроманты и пополняли свою армию живыми мертвецами. Аридон решил, что время пришло, и созвал своих офицеров на совет. Тут обсуждались моменты по поводу возвращения древнего зла. Мерзкие существа пробудились от вековечного сна в одном из лесов. Они так и называются – забытые. Как мы знаем, люди победили их предводителя, однако до конца уничтожить его не удалось. И тогда Аридон решил заняться этой проблемой. Помимо этого, повелитель ужаса Ларгот был послан уничтожить два флота – Империи и Орков. В помощь ему был отправлен Лорд Верингар. Силы нежити разместились на нескольких островах. Но самое главное наше оружие – это был костяной завод, на котором создавались ледяные змеи. Собрав такую мощную воздушную силу, мы отправились уничтожать корабли неприятеля. Во время атак на вражеский флот, нежить создавала военные корабли. И этой огромной армадой нам удалось уничтожить все верфи людей и Орков вместе с их флотилиями. После полного разгрома войска смертных засели в своих крепостях. Но вот проблема – Ларгот оказался предателем. Вообще, эти повелители ужаса – очень гнидозные создания. Он убил Верингара, а затем уничтожил все лагеря нежити на этой территории. А после скрылся в неизвестном направлении. Нам нужен мир. Желательно весь. Пока часть армии мертвецов сражалась против флотов смертных, Оридон прибыл в старинный лес. Именно тут пробудились забытые. Они покрыли эту местность порчей. Нужно отыскать предводителя забытых и добить этого негодяя. Вместе со своим отрядом Оридон пробирался вглубь леса. Ему удалось отыскать логово забытых, а после появился и их вожак. Его приспешники напали на наш отряд. В ходе сражения владыка забытых был повержен, а перед нами явился воин-нежить. Некогда его воскресил Оридон и сделал своим слугой. Этот воин внедрился к забытым и всячески оттягивал их наступление, после чего заманил в этот лес. А теперь эти существа пали от рук нежити. После победы над забытыми армия нежити вернулась к Мертвой горе. Оридон узнал о предательстве Ларгота и о смерти Веренгара, хотя о таком исходе он подозревал. Скелет-лучник Кром Бессмертный начал зачистку подземных туннелей, но под землей оказались силы людей. С помощью Банж удалось починить себе один из гарнизонов, однако об этом узнали другие. Оказалось, в туннелях засели гномы и часть гвардии Железных Кулаков. Такого мы не ожидали, поэтому наших сил не хватит, чтобы разгромить людей. Но у нас есть Банши. С помощью этих крикливых созданий мы переманивали на свою сторону вражеских воинов. На восточной стороне располагался небольшой гарнизон людей. Наши Банши сумели подчинить себе вражеского офицера, и теперь у нас появился союзник. Мы выбивали людишек откуда только можно и захватывали их позиции. Под землей была найдена гномья-кузница, которая переплавляла мифрил. Так наша армия пополнилась улучшенными доспехами. А после, вместе с подчиненными нами людьми, мы полностью зачистили туннели. Армия мертвых начала наступление. Нежить явилась именно в тот момент, когда орки вот-вот начнут нападать на пограничные бастионы империи. Но помимо этого сюда явился легион демонов. Покуда люди и орки заняты своими проблемами, нам необходимо уничтожить главного демона-офицера. Мы развернули огромный лагерь и начали давить легионеров. Битва развернулась лютая. Мертвецы пытались пробить защиту врагов, но тем удавалось отбиваться. Тогда в бой пошли ледяные змеи. Как мы помним, они уже зарекомендовали себя с лучшей стороны во время уничтожения флотилий. Этими летающими созданиями мы уничтожили порталы демонов, из-за чего те не получали подкрепление. Нежить при этом не ослабляла натиск. И вот, когда все порталы были разбиты, наши силы подошли к офицеру легиона. Ему был нанесен смертельный удар. Но рано радоваться. Сюда явился другой легион и нам пришлось отступить. Нежить в спешке отошла к мертвой горе. Оркам удалось уничтожить оборону людей и демоны этим воспользовались. И как всегда, за всеми происходящими событиями наблюдало странное создание. На этом и заканчивается книга нежити компании Легенды Аркайна. Стоит отметить, что в природе существуют вторые части. И многие спрашивали, будут ли по этому поводу видосы. Пока что хочу сказать одно. Мне нужен перерыв после этих книг. Не знаю как вам, но для меня большая часть миссий были очень сильно затянуты. Везде были напичканы всякие сложности. Даже были моменты, когда я горел, как котелок над огнем. Мой совет для тех, кто создает компании или собирается создавать. Делайте, пожалуйста, все сбалансировано. Нельзя пихать все подряд. Не забывайте, что в это будут играть люди. Что ж, дорогие друзья, я вас искренне благодарю за просмотр. Всем спасибо за внимание. И попрошу не забыть поставить лайк и написать несколько слов в комментариях. А также подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Этим вы мне очень сильно поможете. С вами был канал Углук. Берегите себя и я буду пилить следующий видос. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok